Дзержинский суд Семидесятый дом по Татаевскому шоссе стал местом жестокого преступления. По версии следствия, жителя одной из квартир, инвалида первой группы Василия Корчева, до смерти забили пять человек. Свидетелями кровавой расправы стали соседи погибшего. Когда зашла, увидела, как убили его. Все убежали. А вот Иванов остался. И он продолжал его убить. Я несколько раз его оттаскивала. Из пяти подозреваемых арестовать удалось только одного. 30-летний Андрей Иванов сегодня отводил взгляд от камеры и свою вину отрицал. Как следует с материалов дела, место преступления он покинул последним и даже не вызвал скорую помощь. Василий Корчев скончался через несколько дней от разрыва селезенки. Сначала его в больницу не отвезли, поскольку он пояснил, что боится нападавших лиц и не стал писать заявление в полицию. Позднее ему вызвали скорую помощь, поскольку он себя плохо чувствовал. 34-летний погибший жил один, получал пенсию по инвалидности. Деньги принесли как раз в тот день, когда нагрянули криминальные визитеры. По версии следствия, погибшему они нанесли около трех ударов по голове и пять ударов по телу, после чего забрали 9 тысяч рублей и мобильный телефон. Впрочем, конфликт с Василием Корчевым мог возникнуть и не из материальных ценностей. Как следует с материалов дела, в тот заполученный день подсудимый и еще четыре человека пришли к нему в квартиру за дозой спайса. То, что Василий Корчев продавал курительные смеси, родственники и соседи отрицают напрочь. С их слов это лишь версия подсудимого, чтобы оправдать свое появление в квартире погибшего. Несогласен с предъявленным обвинением и сам Иванов. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено сразу по трем статьям. Скорая его осмотрела и не госпитализировала. Он сам поехал потом. И поехал он не с телесными повреждениями в ходе, как пытаются нам представить, что была разорвана все лезьонка. Именно с этим он обратился в больницу. Это неправда. Он на самом деле поехал, поскольку у него был плановый идеализ. Рассмотрение уголовного дела обещает быть долгим. По совокупности наказания Андрею Иванову грозит немалый срок. Окончательный вердикт суд вынесет после исследования всех доказательств. Георгий Колчин, Лена Масалова. День в событиях. Крупный пожар оставил без сна жителей улицы Доронина в Ярославле. Накануне около 10 вечера загорелся местный торговый центр. Уничтожен склад. Пострадали торговые залы. Все это увидел Андрей Децель. На этих кадрах видно, как пожарные тушат уже разрушившийся склад. Огонь успел уничтожить его за несколько минут и перебрался на основное здание торгового центра на улице Доронина. Пожар успел существенно повредить залы на первом и втором этажах. Пожар начался именно здесь, в складском помещении торгового центра. Затем огонь перекинулся выше, на второй этаж, где находилось кафе. О возгорании в пожарную охрану сообщил персонал заведения. Вечером в кафе праздновали юбилей. По счастливой случайности на момент ЧП гости разошлись. В здании находился лишь персонал. Почему возгорание не заметили охранники, в распоряжении которых находится система видеонаблюдения, не понимают собственники здания. Мои предположения, что абсолютно не работала система охраны. На первом этаже. У нас, когда мы работали, задний выход на двор всегда просматривался. Если это было бы замечено раньше, я думаю, что вот такого бы мы не наблюдали бы сегодня. Сама хозяйка здания ни ночью, ни утром на место ЧП не приезжала. По словам знакомых, женщина находится в шоке. Сегодня арендаторы вытаскивали из магазина уцелевший товар и оборудование. Пожар был опрессован в второй категории сложности. На месте пожара работало 39 человек личного состава и 16 единиц техники. 21 час 56 минут пожар был локализован. Однако полностью потушить пожар удалось лишь к 4 утра. Работу осложняла структура строения кровли. Тлели и вспыхивали огнём существующие в крыше пустоты. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания и его виновников. Андрей Децель, Олег Лушников. День в событиях. Пятеро ярославцев буквально за час остались без крова. Четверо взрослых и трёхмесячный малыш теперь должны ютиться у родственников. Вся семья накануне вечером праздновала свадьбу дочери. Как постучался красный петух, никто не заметил. Пожарную охрану вызвали соседи. Сотрудники МЧС прибыли на место через 6 минут. Огонь потушили к 7 часам утра. Правда, дом сгорел. Разная резина едва не стала причиной трагедии. В Борисоглебском районе в Кювет угодил пассажирский автобус. Водитель не справился с управлением. В салоне находилось 15 человек. К счастью, люди не пострадали. В ГИБДД сообщают, причиной аварии могли стать покрышки с разным протектором, установленные на колёсах задней оси. И ещё одна авария на окружной дороге Данилова. Лада 15-й модели врезалась в лесовоз. Всё произошло вечером в условиях плохой видимости. В легковушке находились мужчина и беременная женщина. Обоих отвезли в больницу. После даму переправили на лечение в Ярославль. На месте происшествия первую помощь пострадавшим оказывал водитель лесовоза. И в завершение обзора расскажем о настоящей спецоперации по спасению овчарки. Накануне на пульт дежурного государственной инспекции маломерных судов поступил звонок о том, что около плыни под Октябрьским мостом уже несколько часов мечется собака. К испуганному псу отправили катер на воздушной подушке. Правда, сначала шумной машиной собака испугалась. Спасатели ловили её несколько часов. В итоге поймали и привезли в штаб, где животное дожидается своих хозяев. 13 декабря инспекторами Ярославского отделения ГИМС МЧС России по Ярославской области под Октябрьским мостом города Ярославля была спасена овчарка. Она находилась у промоины с самого утра и, наверное, ищет своего хозяина. Собака сейчас находится у нас на отделении. Связаться с нами можно по телефону. Отдадим в хорошие руки либо хозяину. Редактор субтитров А.Семкин